Я прочитаю, братья и сёстры, первое послание Иоанна, 2 глава, 27 стих. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. Итак, дети, пребывайте в нём, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним пришествие его. На братском общении у нас была беседа, поднимали некоторые вопросы. Ну и так, было пожелание, чтобы нам на членских собраниях проводить воспитательные беседы. А я думаю, а правильно ли это будет, чтобы мы воспитывали друг друга? Мы прочитали сейчас, это пишет Иоанн Богослов, любимый ученик Иисуса Христа, и говорит, что помазание, которое мы получили от него, с большой буквы, это значит от Бога, в нас пребывает, и мы не имеем нужды, чтобы кто нас учил. Или, он говорит, вы не имеете нужды. Что такое помазание? Я, братья и сёстры, сейчас, наверное, будет так, что я буду задавать вопросы, спрашивать, вы отвечать будете, ну, если получится так. Так что вы не расслабляйтесь. Я понимаю, что я частенько так вот монотонно говорю, и трудно слушать, ну, а вопросами я попытаюсь раскачать. О чём идёт речь? Помазание. Ваня, ну скажи. Я думаю, это для тебя нетрудный вопрос. Помазание – это Дух Святой. А почему Дух Святой назван помазанием? Кто скажет? Ну, брат Саша, Доценко. Вот Дух, ну, сказал бы Иоанн, Дух Святой учит вас всему, Дух Святой, который живёт в вас. Это вот помазание. Помазание. Я должен буду тебя перевести, чтобы все услышали, а я тебя не слышу. Помазание – это рождение свыше, да? Хорошо, ещё добавит кто. Вот Дух Святой назван помазанием. Кого помазывали раньше? Что означало помазать человека? Помазывали царей, священников. И после… Это специальный такой драгоценный состав, ароматный, священный. Ну, там был состав разный для священника, для того, чтобы помазать царей. И вот после того, как помазали Давида… Кто Давида помазал? А ну, скажите, мальчики. На царя. Вот вылил ему рог драгоценного елея. Это не просто оливковое масло. Там видно, какие-то были добавки, что ароматное. И не имели права никого помазывать, кроме вот, когда на царя или на священника. И вот вылили на… Кто? Не вспомните? Кто вылил на голову Давида? Вылил рог. Рог – это… У нас стаканы, а тогда стаканов не было, стекла не было. А рог из животного выдав были вылили. Ну, если не пустой, очищали и использовали вместо стакана. И вот с елеем поднес и на голову ему вылил. Кто? Самуил. Это Бог так повелел ему. И после этого, что стало с Давидом? Изменился Давид или нет? Другой человек стал. Помазание – это символ Духа. Дух Святой определил его для особого служения. Какое служение было у Давида, а, Саша? У Давида. Кем был Давид? Какое служение Бог ему поручил? Громче. Царем. Это служение было перед Богом. И после этого Дух Святой сошел на него и дал им мудрость ему. Дал ему такую устойчивость. Ну, его никто не мог сбить. Потом силу физическую дал. Помните, что он даже медведя разрывал, льва. Это после помазания. А потом и еще больший подвиг сделал. Там Голиафа, это великана поразил. Это Дух Святой сделал. Так вот, христианину дается вот Дух Святой, как помазание после покаяния, как бы вот, что произошло с Давидом, так и христианину Дух Святой дает вот такую способность. Но самое главное, что дает Дух Святой для христианина? Конечно, нас помазали не в цари, и нам на голову не выливали елей. А при крещении было возложение рук. Ну, и Дух Святой действует как ему угодно. Не обязательно, если вот не было возложения рук, то Дух Святой не может действовать. Это Духу Святому мы не вправе предписывать свои правила, законы. Вот Дух Святой живет в человеке, и что он делает? А когда есть новую жизнь? Дает новую жизнь человеку. Ну, новая жизнь – это понятие так, ну, общее, да? А ну, поподробнее, что значит новая жизнь? А ну, Максим, поучаствуй. И утешает, учит. Если согрешил, обличает, где не пройдет. И это реально, и мы испытали на себе это. Так же, да? Дух Святой обличал нас, и к покаянию привел нас-то Дух Святой. Мы уже задним числом, оборачиваясь назад, мы понимаем, что сами по себе бы мы никогда не пришли к покаянию. Никогда бы не поняли, какой я грешник, что я погибший, нуждаюсь в милости Господней. Это все Дух Святой делает. Так вот, братья и сестры, вот еще такой вопрос по-прочитанному. Ну, если Иоанн утверждает, что вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, потому что Дух Святой и обличает, и учит, и дает мудрости, и силы переносить трудности, переносить скорби, все это Дух Святой дает. Это ж так? Так. Несомненно так. А почему Иоанн говорит, вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас? А сам перед этим учил. И все послания апостолов наполнены, насыщены поучениями. А для чего они учат, если Дух Святой учит? Вы не имеете нужды, чтобы учил вас, братья и сестры? Серьезный вопрос. Кто на него ответит? Только не спешите, не спешите. Не спешите. Да, да, братья и сестры. Я не прочитал перед этим стих. Это я написал вам об обольщающих вас. То есть в церковь стали проникать еретики. Это конкретно вот по... И начали учить. И не просто учить вероучение другое преподавать, а как следствие. Собственно, если бы немножечко по-другому они учили, ну и ладно. А то практически оно выражалось. В отступле... Там... Они были грешниками. И верующие им подражали. И Иоанн говорит, что вы, Вадим и Духом Святым, и вы способны как бы отличить, понять, что это еретики, что это не истина. То есть истину от лжи вы должны уметь отличить. И как бы это... Он как бы успокаивает себя. А так это целая проблема. Беда в церкви. Если вошел один еретик, да он перекламутит там все своим ложным мучением. А Иоанн спокойно себя чувствует, знает, что... Ну хотя, конечно, он предупреждает, он говорит, «В дом не принимайте таких...» Ну и так далее. Дает там указания, предписания. Но говорит, «Надежда у меня на то, что вы, Вадим и Духом Святым, и истину от лжи вы отличите». Ну, это... Это вот так вот... В контексте. Друзья дорогие, ну и еще... Дело в том, что не всегда же мы слушаем Дух Святой, да? Не всегда покоряемся Ему. И охладел человек. И тут как тут и болезнь подходит. И тут как тут эти люди, которые со своими соблазнами. И человек не распознал, и легко может согрешить. И вот апостол Павел в послании Галатам пишет шестая глава. С первого стиха прочитаю. «Братья, если и упадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенными. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Вот заповедь такая. вы, духовные, исправляйте друг друга. Значит, вменяется нам в обязанность друг друга что? Исправлять. Исправлять характер, указывать на отрицательные поступки. Ну, кому вменяется в обязанности? Всем или не всем? Духовным. А что значит духовным? Вот я духовный. Кто-то может возомнить о себе. Я духовный. Я имею право. Или я духовная. Апостол Яков пишет, братья, не многие делайте с учителями. Вот. Ну, вот это практически, что я хотел обратить внимание. Мы часто, даже многие из нас, страдаем вот такой болезнью. Мы так склонны учить других. Чужую беду, как говорят, есть пословицы, руками развезут. Это пустяк. Раз, раз, раз. И вот так, вот так, вот так. Предписание дал, не думая. Я знаю, некоторые братья дают наставление. Еще до конца не выслушал проблему человека. И сразу, перебивает, и сразу, как с пулемета, отстрочил. Вот так, вот так, вот так, вот так ты сделал. И все. А другой подумает, помолится, постарается понять проблему. Думаю, что многие из нас, вот так, гораздо друг друга учить, и нам кажется, ты такой, пусть такой вопрос, так просто, что он там, какой тут, какая тут проблема, никакой проблемы. А когда у себя случается, то и поделать ничего не могу. Так вот, не будем спешить учить друг друга, а если и нужно, обличить, то бывает обличение у нас по разным мотивам. И мотивы бывают вообще не христианские. Бывает, мы обличаем, когда-то он меня обличил и неаккуратно обличил, и мне стало больно от его обличения. И тут на тебе, а делает такой нехороший постар. Ну, теперь и я его на всю катушку по полной программе. Бывает такое обличение. Как вы думаете, принимается такое обличение или нет? Не принимается, братья и сестры, не принимается такое обличение. Вы духовно исправляете в духе кротости. Что значит духе кротости? Ну, кроткий – это спокойный, тихий, не злой. Особенно, когда помолишься, поймешь, войдешь в положение человека, посопереживаешь ему. И не потому, что он делает вред другим своим грехам, но это на своем месте, а потому, что он, во-первых, себе вредит. И вот из чувства, вот истинный мотив христианина для обличения, то есть мотив – это побуждающая причина. Именно сострадание, желание помочь, желание избавить. Избавить от наказания, от плохих последствий. Вот духовный человек в состоянии вот так посострадать, а потом, помолившись, и сказать. А когда мы так как с плеча рубим, ну, это не обличение. Братья и сестры, у меня, конечно, много мыслей на эту тему, но я хотел бы сказать вот так вот кратенько, насколько получится, что у нас по небодрствованию каждого мы должны следить за собою и обличать, и учиться, контролировать себя, проверять себя. А по той причине, что мы охладеваем, ну, охладеваем почему? кто-то плохое состояние здоровья, вот пожилые братья и сестры, сейчас вы мне подскажете, по какой причине мы можем еще охладевать. Вот я первую причину говорю. В старости. Я представляю, что в старости человек склонен к охладеванию. Почему? память уже не та. Времени не могу выделить для молитвы, для того, чтобы порассуждать над собой. Кажется, с одной стороны, столько времени, на пенсии, работы такой нету физической. Ну, сиди и размышляй, да? Что-то так не получается. Обычно не хватает времени. У пожилых людей меньше времени, чем у молодых. Ну, я думаю, это говорю не для осуждения, а как факт. Будем мы стариками, если вот кто-то уже близится к старости, вот как мои года, 50 лет, это уже близко к старости или под старок уже, а кто-то уже, кто-то когда-то будет просто иметь в виду, что это тяжелое время, когда за болезнями не будет времени наблюдать за своим духовным состоянием и ничего с тобой не поделаешь. Вот видишь, что это хорошо еще если видишь, а то и можешь и не видеть. И раздражаешься, и завидуешь, и не молишься, и уже почти ничего духовного не остается. Это, конечно, это трагедия, это проблема, а человек не видит. А бывает видит, и в отчаяние приходит, что со мной происходит. Так что лучше, видеть или не видеть? Когда не видишь, спокойно, а когда видишь, то до отчаяния доходишь. Ну, я имею в виду видеть свое духовное состояние. Ну, отвечать не буду. В зрелости тоже свои причины, почему охладевает. Ну, я называю одну причину. Много забот. работа, семья, кроме недостатки, недоделана, недостроена, не убрана, и все надо, и надо, и надо, утром просыпаешься, а еще вчерашние мысли, какой там молиться, да, быстрее начну, вот это сделаю, детей провожу в школу, а потом помолюсь, а потом вспомнил аж к вечеру, и вот такая круговедь, суета, а она же изо дня в день и накладывает свой черный отпечаток. Мы чернеем, черствеем, огрубиваем, отступаем от Господа. Ну, как, я ж хожу на собрание, все у меня, так, вид приличный, и косыночка, и причесочка, все как положено, а внутри не как положено. Почему? По какой причине? Еще, вот кроме того, что я сказал, братья и сестры, подскажите мне, поразмышляйте. Я переживаю, что часть, часть дремлет. Неинтересная тема, да? Я думаю, хоть и неинтересная, но важная. Но оно ж утерялось, а есть же на это причина, да? С другой стороны, крайне, поэтому мы уверены, что я уже, в принципе, молился, и с Богом, я уже знаю, а мы думаем, что это на своем месте. Вот Виктор сказал, когда я был младенцем, или вот, ну, только обратился к Господу, много вопросов, непонятного было, я переживал, я наблюдал за собой, а потом пришло время, так, я уже понимаю, все, я уже не нуждаюсь в том, чтобы меня учили, да кто там будет подсказывать, я уже 10 лет верующий, член церкви, я все знаю, практически не осталось вопросов, не отвеченных для меня, я все понимаю, все причинно-следственные связи, если сделаешь это, будет то, если то, так это, ну, словом, все я понимаю в духовной жизни, и вот это, то, что я знаю, я все понимаю, тоже может, я об этом говорю, да, Виктор? тоже может сыграть такую плохую службу, кто говорит, что он все знает, тот еще ничего не знает, как должно знать, и знание надмивает, и мы просто превращаемся в фарисеев, когда я вот чувствую себя уверенно в церкви, это плохое состояние. Ну, я полагаю, что нужно понять, и вы поймете в правильном направлении, в этом контексте, не иметь уверенности в спасении, переживать постоянно, и изо дня в день каяться, и не принять веру, и то, что Господь меня простил, это тоже, это вот, я не к этому говорю, это плохо, а вот, когда человек доходит до гордости, других унижает, и считает, что уж со мной-то все нормально, вот это может тоже быть причиной того, что мы разобщаемся с Богом. Ну, еще подскажите. А ну, еще раз повтори. глядя на охлаждение, глядя на охлаждение, глядя на охлаждение. Вот это у меня целая тема здесь. Раз Петя затронул ее, я сейчас, наверное, постараюсь кратенько, я об этом как раз рассуждаю, братья и сестры, ну, и уклонюсь я от основной, ну, ладно. Вот первое утверждение, что это эти, я так схематично, что все мы люди грешники. С этим никто не спорит, да? Ну, только прощенные грешники. И когда я покаялся, Дух Святой, живя в сердце, Он помогает мне не грешить. Помогает и смиряться, и каяться. Это делает Дух Святой. Когда я но охладеваю, я скатываюсь в свое прежнее греховное состояние. Начинаю жить по плоти. Дела плоти известны. Кто начнет перечисление? Послание Галатам. Дела плоти известны. Это 19 стих 5 главы. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребствия, идолослужения, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царствие Божие не наследует. И дальше плод Духа. То, что делает Дух Святой в нас. И то, что мы делаем без Духа Святого. Вот я прочитал дела плоти. Так вот, следующее, это первое утверждение, которое я сказал, так схематично, первое, это все мы грешники. И когда мы охладеваем, мы скатываемся к делам плоти. Когда каемся, когда смиряемся, то поднимаемся и Духом Святым поднимаемся и начинают преобладать дела, плод Духа Святого. Ну, это такое, я понимаю, что это не новость, это понятно всем. Ну, сейчас я повторяю то, что знакомо нам. Затем вот такое. Как вы думаете, братья и сестры, у каждого плоти одинаково греховно или разное? Разное. Вот я вот, это третье утверждение, что мы, грешники в разном направлении, я так выражаюсь. Если один грешник в направлении блуда, то другой грешник в направлении гордости, сквернословия, третий грешник в направлении воровства, третий грешник лжец, четвертый грешник это его природная такая способность. И если, когда Дух Святой оставляет человека или я охладеваю, то я впадаю именно в моем направлении. если я до уверования страдал вот, ну, такой легкий на руку был, да, любил взять чужое, то в этом направлении я и буду начинать согрешить. Искушения у меня будут в этом направлении. Если я врал, безудержу, до покаяния, потом Дух Святой мне дал способность, все, я честный, я не говорю неправды, а потом, когда охладеваю, именно в этом направлении я буду скатываться. так вот, что получается? Я смотрю на брата, охладевшего. Как можно так врать? Я? Я бы такого не позволил. Да я в мире был, такого не позволял. Да не верующие так не врут, как он врет. А забываю, что я тоже охладевший, а у меня другая, просто моя другая натура греховная, не такая, как у этого охладевшего брата. А я склонный к злословию, к раздражению, к ненависти. Я-то этого не замечаю, а вижу, что он врет так, но я по сравнению с ним святой человек. А другие смотрят на меня, блудник смотрит на меня, в прошлом блудник, охладевает, и теперь мысли похотливые не дают ему покоя. Но он обычно этого уже не замечает. Он заметит тогда, когда глазную мазью помажут глаза, когда Дух Святой начнет действовать по чьим-то молитвам, он в отчаяние придет, в ужас. А пока он смотрит и видит, как я клевещу, как я злюсь, смотрит на того, который берет чужое, смотрит на того, кто врет. Думает, ну я по сравнению с ними святой человек. И так каждый на себя думает, что он святой человек, а вместе с тем мы все охладевать можем. Только мы сравниваем себя с его грехом, в которую у него склонность спадать. Но имея в виду, что, братья и сестры, будем иметь в виду, что вот это ловушка дьявола. Мы попадаем в такую ловушку, в этот замкнутый круг. Мы слепнем от этого. Просто сравнивая, это я не выдумываю, братья и сестры. Ну, хотел несколько примеров привести, не буду. Может быть, вы вспомните, если поняли, о чем я говорю, если согласны, вспомните, что встречались, наверное, в жизни-то, с таким, что... Так что сравнивать себя с грехами других, это порочно, это просто нас приведет к самовозглушению. А вот нам увидеть нашу греховность и не приходить в отчаяние, а покаяться перед Богом, попросить силы, смириться перед Ним, понять, что я-то, по сути-то, я грешник, и без Бога я ничто, без Его помощи. И когда Дух Святой вот в ответ на покаяние, обязательно Он будет помогать, давать способность не грешить. Но это уже дело веры, это уже сверхъестественная сила. Правда, некоторым Дух Святой не помогает. Почему? Я не знаю. Вот так вот приходится слышать такие свидетельства, что молюсь, молюсь, а не помогает. Ну, кое-какие есть здесь советы, но вообще до конца много не ясно. Очень распространённые такие утверждения или жалобы бывают, что вот, ну, допустим, раздражительность у меня. Я увидел, я каюсь, я борюсь, сдерживаю, а ничего не помогает. Прошу, чтобы за меня помолились. Молить бы бесполезно. Бывает и такое. И не всё нам понятно. Я не берусь утверждать, что вот, молись сильнее или постись сильнее. Всё. Бывает, что ну, тут видимо, надо сказать, иметь смирение и сказать, сокрытое принадлежит Господу. Может быть, Бог работает. Ещё вот такая, может быть, причина. Бог не избавляет от какого-то греха, который видит человека, в котором барахтается. У него просто другой грех, который он не видит. Допустим, гордости своей не видит. А Бог его допускает, что он опять рассердился при всех и опозорился. Раскричался и стыдно ему, и унизился так. А Бог таким образом его гордость смиряет. Хотя это нельзя сказать, что Бог искушает злом. Вроде бы, Бог этим не занимается. Но, думаю, не случайно и Пётр отрёкся. И Бог это знал, и Христос знал, и это уже было запланировано о Богом. И это впоследствии очень помогло Петру, потому что он главный в церкви был, чтобы он смирился и невысоко о себе думал. Это вот я вот этой мысли сказал на утверждение Пети, что мы, глядя на других, охладеваем. Да, когда мы смотрим, так он намного хуже меня, так врет, я такого себе не позволяю. Хотя я позволяю гораздо хуже, но только в другом направлении. И это даёт мне право спокойно дальше продолжать спать и грешить своими грехами. Потому что я не вру так, как он врет. Или, ну, или в другом направлении. Или не беру чужого, или не злюсь, так, как он злится. Ну, братья и сёстры, на чём закончить? У меня тут много ещё мыслей. дал бы Господь нам, я так вот, несколькими предложениями к молитве, чтобы мы видели себя. Мы, которые давно верующие, как-то чувствуем себя очень уверенно. И то, что говорят братья из-за кафедры, ну, братья бывают моложе нас, или бывают неспособны, и да я лучше его знаю. Слово Божие, оно не проникает в нас, в наши сердца. И мы, бывает, мы, бывает, годами остаёмся без духовного роста. Мы можем осуждать других, видеть недостатки других, а сами, так вот, лишаемся уже благодати Духа Святого, научения Духа Святого. Ну, прихожу на собрание, получил утешение, но если у меня Дух Святой не открывает, в чём мне нужно и поправиться, исправить свою жизнь. И это бывает из месяца в месяц, я не работаю над собой, думаю, что у меня всё нормально. Вот это как раз верный признак того, что у меня не всё нормально. Признак духовной жизни – это когда человек видит свою плоть, она то и дело проявляется то там, то там. А я обругываю, а я бодрствую, я вырываю этот сорняк. А если я этим не занимаюсь, то верный признак, что я не в нормальном духовном состоянии. Ну, это говорю для нашего размышления. И мы сейчас помолимся. Аминь. Хочу домой влечь от меня в отчизну, там ждёт меня от бездолгой. От суеты, скорби и укоризмы, в небесный сладостный попой. Я вышел без желаньями без счёта, Медумы в глазах с единственной заботой, Что стало мне надеждой дорогой. Хочу домой, чудочной домой. Хочу домой в приятных сновиденьях, Я видел родину мою. Там отдохнул, Там больше нетом ленья, А здесь я гость в чужом краю. Пришла весна, На лёгких крыльях птица, Бродивый край через моря стремится, Не страшен враг, Летит она стрелой, А чудо мой, чудо, чудо мой. Хочу домой, река стремится к морю, И к пристани плывет корабль. Дитя при матери не стоит горя, А я уже и не счастлив. Я в жизни спел немало разных песен, Но всё прошло, Мой друг стал малый песен, Остался в сердце, Лишь припев такой. Чудо мой, чудо мой, чудо мой. Чудо мой.